Принято считать, что человек – это единственное разумное существо на планете. А между тем, сегодня ученые утверждают, что рядом с нами живут существа во много раз умнее нас. Мощная и таинственная цивилизация делит с нами нашу планету, а мы об этом даже и не догадываемся. Но что это за цивилизация? Где она обитает и почему мания практически ничего не знает? 25 октября 2016 года жители сразу нескольких районов Бурятии стали свидетелями падения неопознанного небесного тела. Горизонт на несколько секунд озарила яркая вспышка. Точное место падения еще пока не нашли. Ясно одно – это недалеко от озера Байкал. Явление уже окрестили бурятским метеоритом. Но многие вспомнили, что год назад в Байкал уже опускался точно такой же объект. Так может быть, сотни жителей региона стали свидетелями посадки НЛО? А это видео было снято за две недели до прилета бурятского метеорита – озера Мичиган. Сначала над ним появились яркие шарообразные объекты. Постепенно они выстроились в ряд, повисели некоторое время и исчезли. 6 сентября 2016-го. Национальный парк Вашингтон. Люди во время прогулки сняли непонятное явление. Над озером Твин, а потом и над берегом летает сфера. По словам очевидцев, шар вылетел из воды. И подобных случаев по всему миру становится все больше. Водоемы словно магнитом притягивают НЛО. Так почему же их привлекает подводное царство? Исследователи высказывают шокирующую гипотезу. Под водой обосновались представители других цивилизаций. Сегодня стали известны сенсационные подробности экспедиции, которая прошла на Байкале в 2008 году. Некоторые результаты настолько невероятны, что их долгое время не решались обнародовать. Это была уникальная международная экспедиция. Специально для нее из Калининграда военный самолет доставил к озеру два глубоководных аппарата «Мир-1» и «Мир-2». Газеты и телеканалы трубили. В Байкале будут искать ни много ни мало легендарное золото Голчака. Информагентства сообщали о каждом шаге и находке экспедиции «Миры Байкала». Но сегодня, спустя несколько лет, некоторые участники тех событий признались, искали не только драгоценный металл. Были и другие цели. Историк Алексей Тиваненко был в составе экспедиции. К тому времени он собрал множество свидетельств очевидцев байкальских аномалий. Люди рассказывали о посадках неизвестных летательных аппаратов прямо в озеро, а также о странных существах, которые в нем живут. Мой хороший сумросинник по фамилии Николай Киреев, он заядлый рыбак. И он мне тоже рассказывает такую историю. Поехали они рыбачить там по старой дороге, с круга Байкальской. И вот вокруг их лодки стали вот эти вот... Люди непонятно длинные, где-то до трех метров, сам нырять, сам вокруг. Но они сильно испугались. Значит, повернули лодку назад, эту моторную, и из этого места выбрались. Больше они уже никогда на Байкале не рыбачили, а спустя год они все умерли. Это можно было бы списать на выдумки рыбаков. Но недавно были рассекречены удивительные факты. С загадочными пловцами встречались военные водолазы. Та история произошла в 1982 году. Со всех военных округов собрали водолазов, и там делали учения. И вот во время одного из спусков там был офицер, и шесть человек, солдат, опустились там, ну, я не знаю, на какую глубину, но увидели там несколько длинных, таких человекообразных существ, одеты, как вот, типа, такие металлические, ну, и, в общем, неизвестно, какие, значит, на блестящие такие облегающие скафандры. Так вот они под водой, безо всяких средств дыхания, значит, передвигались на большой скорости. Выслушав отчеты участников погружения, командование дало приказ поймать хотя бы одного из таких пловцов. Это поручили лучшим из лучших. Водолазы нырнули под воду и вновь встретили там загадочное существо. Ихтиандр и не думал скрываться, даже позволил водолазам подойти поближе. Но когда на него набросили сеть, произошло нечто ужасное. Советских военных водолазов поразил сильный энергетический удар. Людей выбросило на поверхность с неимоверной скоростью. Столь быстрый подъем с глубины для человека смертельно опасен. Закипает кровь. Водолазы успели дать показания. Но все они прожили после происшествия лишь несколько суток. Это было все написано в докладной записке руководителя, подано в Министерство обороны СССР. Потом, когда на Иссыкуле делали такие же учения, то вот эту записку зачитывали перед всеми, что вот случаются у нас случаи такие непонятные, поэтому будьте внимательны, в контакт не вступайте. А то, как вот у нас на Байкале случилась гибель наших товарищей. И вскоре эта записка появилась в печати в Нью-Йоркской газете, значит, Вашингтон-Пост. А эта газета одна из самых, самых центральных в Америке. Погружение экспедиции «Мир Байкала» не случайно проходили именно в тех местах, где встречали загадочных пловцов. Алексей Тиваненко вспоминает, его постоянно преследовало странное чувство. Казалось, что вот-вот кто-то обязательно проплывет мимо иллюминатора и постучит по корпусу. Иногда становилось не просто страшно, а жутко. Диамер 2, глубина 1020 метров. Иногда на глубоководном аппарате отключали прожектор. В один из таких моментов люди сделали удивительное открытие, которое не смогли объяснить. На дне примерно километр-полтора мы увидели странное свечение на дне Байкала. В принципе, такое свечение дают микроорганизмы в морях и океанах. Где соленая вода? А здесь пресная вода. До этого никаких случаев свечения на такой глубине, тем более в Байкале, не наблюдалось. Вот что это было за свечение, неизвестно. Одно из мест для погружений участникам экспедиции показали сотрудники Иркутского МЧС. Некоторые из них уверяли, во время учений им также попадались гиганты в серебристых костюмах. Спуск производили в 5 километрах от берега. Целью было достичь дна и взять пробы. Но не дойдя до него примерно 200 метров, аппарат остановили. В воде была странная муть. Продолжать спуск было опасно. Решили вернуться. Когда мы поднялись, нам вдруг сообщают, что только что произошло катастрофическое землетрясение. 11 баллов. Но мы-то его не заметили, потому что мы в воде находились в движении. Так вот мы оказались в центре этого эпицентра. И там, видимо, так тряхнуло, что такая муть поднялась на 200 метров. Ну, нам еще говорили МЧСники, а вдруг эти вот люди, которые в Байкале живут, специально устроили, чтобы вы их не увидели, как они там живут, где у них там сферы. Алексей Тиваненко сам однажды видел сферу над Байкалом. Он находился у себя на даче. Был вечер. Солнце садилось. Вдруг над озером появился огненный шар. Причем гигантский. Около 100 метров в диаметре. Одна сфера была над водой, скруглая. И видно было, что вторая была под водой, потому что под водой точно такое же сияние было. Но я сначала думал, может, какой там газы его восполняется, потому что мы зафиксировали на Байкале самовозгорание газов, самогидратов. Но нет, ничего не гасло, все стояло на одном месте. Тут как раз поднялся ветер, култук, я тут думал, отнесет, если вдруг на какой-нибудь шар там упал. Нет, стоит на одном месте. Я часа два-три за ним наблюдал, он стоит на одном месте, не уходит, не приближается, не углубляется, не поднимается. Ну, а утром, когда пришел, уже ничего видно не было. Это очень странный такой случай был. Это вот какая-то сфера. Ну, ее размеры, ну, где-то метров сто-то он был. Он примерно такой же, как и на Дельхоне мы видели. На основании этих фактов у исследователей сложилось мнение, что пришельцы не просто иногда наведываются на Байкал. В самых глубоких его точках могут находиться базы, построенные внеземными цивилизациями. Так как там большой разлом идет, озеро очень большое, глубокое, вмещает в себя самый большой запас пресной воды на Земле, вот, возможно, у них есть какие-то подземные проходы там в полости Земли, где они ведут свою разумную деятельность. Есть шокирующая версия, что неизвестными разумными силами оккупирован не только Байкал. Инопланетные базы есть едва ли не во всех более-менее крупных водоемах. И обнаружить их совсем непросто. Их обитатели умело маскируются, а в случае приближения человека используют отпугивающие технологии. А это инфразвук на определенной частоте, который просто излучает откуда-то, то есть где-то стоят эти излучатели, чтобы людей оттуда отваживали с этих мест. Есть другие системы, есть голограммы специальные, которые закрывают вот эти вот места, где открываются проходы. То есть там стоят специальные проекторы, которые проецируют картинку, чтобы со спутника не было ничего видно, да, и чтобы люди ничего не видели, естественно. Это город Кыштым, Челябинская область. 20 лет назад это место прогремело на весь мир. Ученые, исследователи и просто зеваки стремились попасть сюда, чтобы разгадать одну из самых таинственных загадок – историю Кыштымского карлика. Алешеньки – крохотного существа, похожего на инопланетянина. Его еще живого нашла жительница Кыштымского пригорода Тамара Просвирина. Прошло два десятка лет, и вновь Кыштымский карлик будоражит умы ученых. Появились новые невероятные сведения. Оказывается, загадочных существ было несколько. И, возможно, они вылезли именно из озера. Местные жители любят здесь купаться. Озеро чистое, хорошее. Один парень рассказывал, давным-давно, еще в детстве, тут что-то такое наблюдал под водой. Говорит, это свечение вечером было какое-то. Недавно исследователи Кыштымского феномена раскопали удивительный факт. В 1996 году отдыхающие на озере Анбаш стали свидетелями необъяснимого. С неба к воде спустился объект по форме, напоминающий тарелку. Уже темнело. НЛО освещал берег ярким светом. И в этом свете мелькали крохотные тени. Там было несколько существ, похожих на гуманоидов, с вытянутыми черепами и ростом меньше полуметра. Карлики довольно быстро скрылись в камышах. И потом то и дело показывались в разных местах неподалеку от озера. Но ведь как раз в 1996 году Тамара Просвирина и нашла Алешеньку. Так она назвала гуманоиды. Она принесла его домой. Женщина кормила его конфетами и подслащенной водой. От другой пищи карлик отказывался. Внешне существо напоминало человеческого младенца. Но были очень существенные отличия. Форма черепа в виде луковицы, в виде кувшинки из четырех костей сложенная. Причем одна с захлестом идет. Потом кель такой на лбу. Лобная часть преобладает над лицевой втрое. Даже можно сказать четверо. Глазницы большие. Расположены буквально над верхней челюстью. Если смотреть череп человеческий. То есть отсутствуют ушные раковины. Даже намека нет. На ушные проходы слуховые. То есть их нет. Что еще там. Ну, зубов я не видел. Ну, так скажем, какие-то вот части были на зубики похожие. Вот. Но к своему стыду я не рассмотрел под большим увеличением ее. Но я рассчитывал, что как-то она на исследование попадет. Владимир Бендлин тот самый исследователь, который в 90-х занимался расследованием этой истории. Это он опросил всех, кто видел Алешеньку живым или сразу после смерти. Зафиксировал каждое слово, собрал все улики и записал видеоматериал. Эти кадры сегодня являются единственным документальным свидетельством того, что Кыштымский карлик действительно существовал. Одной из тех, кто застал Алешеньку живым, была невестка Тамары Просвилинной, тоже Тамара. Вот что она рассказывала в кабинете у следователя Бендлина. Ну, 3-го июня я домой пришла. Значит, свекровь в моем доме была. Значит, ну, мы с ней пообедали, все. Пойдем, говорит, ребеночка покрыла. Папова ребеночка. Ее как, кто там у тебя? Алешенька, хорошенький. Ну, я сначала не поверила. Подхожу. Он, говорит, кушает. Кушает, там, мне говорят, кушает, значит. У меня не поверила сначала ей. Ну, она ему, значит, конфетку-то, ладно? Вот ее мочу. Вот. Ну, ее, значит. Ее постепенно так. А мы потом вот это... Еще вот творога мы кормили. Тут это творог и сыр. Потом вот еще посмотрим. Вот так ложечкой-то развеем, у него два суда и поторчало. И язычок. Ну, я, конечно, человеческую пищу. Как уверяли очевидцы, Алешенька прожил примерно месяц. Потом бабушку положили в больницу, а карлик просто умер от голода. К Владимиру Бендлину попал уже мумифицированный труп. Следователь привлек к работе врачей, патологоанатомов, судмедэкспертов. Но ни один так и не смог сказать достоверно, кто такой Алешенька. Человеческий мутант или неизвестное науке существо. Высказывалось предположение, что это труп недоношенного младенца с генетическими уродствами. Но в эту версию не вписывалось то, что у Алешеньки не было пуповины и вообще пупка. А кости существа были полностью сформированы. У недоношенного плода это были бы хрящи. Да и параметры его никак не соответствовали человеческим. Так, смотрим. Так, четыре. Горень. Четыре бедра. Так, ширина костей таза. Так, грубо. Три. Так, размер туловища. Чемного головы. Так, восемь. Примерно восемь практически. Но шеи у него нет, видимо. Ну и не так ссокся. Так, от носа до темечка пять с половиной сантиметров. Так, плечи разворачивай его. Плечи у него пятьдесят пять тоже практически. Так, что еще у нас? Да, вот ступни. Нервые ступни. Так, плечи здесь у нас двадцать пять миллиметров. Так, ступня, да? Затем межгуба с расстоянием. Межцентральный. Так, двадцать два практически. Почти двадцать. Двадцать губа. Так, размер глазной в панели. Вот здесь лучше разверним. Ушные раковины есть у меня? Ушных раковин? Так, не видно. Может быть они здесь формируются? Не видно. Непонятно, но тут уже часть начинается. Какие-то как кругляшки вроде. Так, ага. Что-то вот здесь вот какие-то. Как ты видишь, да? А ну-ка, давай приближней. Маленько, давай, походим. Сейчас я еще увеличительный. Сейчас заслужу. Да. Сам труп исчез при загадочных обстоятельствах. Согласно самой распространенной версии, его похитили сектанты и где-то тайно похоронили. Но даже несмотря на это, одну генетическую экспертизу все-таки провели. Сохранилось покрывало, на котором Алешенька лежал. С ткани взяли материал на пробу. Смогли выделить ДНК карлика. Результат был шокирующим. Средиземных существ аналога не нашли. Выделен геном, который отсутствует в базе данных. То есть такого, в общем-то, нет вида у нас известного. При всех вот этих отклонениях, аномалиях, как человек, он едва ли бы, так скажем, прожил несколько минут. Он бы даже не родился бы живым. Неужели Кыштымский карлик на самом деле мог быть инопланетянином и прибыл на Землю с сородичами? В момент, когда вот Алешенька еще находился у этой бабушки в квартире, якобы вот у женщины, тоже местная жительница поселка Калиновый, похожий появлялся, значит, это существо похожее. Гуманоидов в те годы видели дачники. Крохотные существа бегали между грядок. Местный житель рассказывал, как еще мальчишкой с друзьями закидывал уродливых карликов камнями, когда те прятались в камышах у озера Анбаш. Может быть, в подобном неравном бою Алешенька и получил свою травму, из-за которой в доме Тамары Просвиренной он не мог двигаться и только лежал и жалобно пищал. К слову, и сегодня тут живут те, кто утверждает, сородичей Алешеньки все еще можно встретить в тех местах. Я вот сейчас с одним товарищем работаю, вот он мне кое-что уже рассказал. Говорит, года три назад у нас здесь свалка есть, и на этой свалке тракторист работал. Как бы мусор, мусор сгребает. И говорит, я смотрю, маленькие человечки бегают по кучам. Вот. То есть я думаю, что это его родственники какие-то бегают по этим кучам. И так, говорит, шустренько бегают. Это видео сняли и выложили в сеть дальнобойщиков. Все произошло на трассе в Челябинской области. Мужчины уверяют, несколько километров за ними по трассе бежал небольшой гуманоид. Несмотря на свои размеры, скорость он развил немалую. Но вскоре все-таки отстал, видимо, выдохся. Это один из немногих случаев, когда карлики сами преследуют людей. Обычно они очень осторожны и стараются избегать встреч с человеком. Но что же случилось с кораблем, который видели десятки отдыхающих на озере Анбаш? Ведь по их уверениям НЛО ушел под воду и больше оттуда не показывался. Вот здесь вот только со стороны космопоиска были очень серьезные исследования. Здесь в течение месяца они с эхолотом ходили на байдарках. И даже с гидрокостюмами заныривали, заплывали. Ну, нашли. Какой-то предмет лежащий, так, недостаточно неглубоко. Ну, скрытый слой и мило большим. Вот этот предмет овальной формы, как они объясняли. И в диаметре немаленький, собственно говоря. Вот все, что неизвестно. Ну, предполагаю, что там присутствует какой-то металл или что-то. Потому что у них и эхолот был, и металлоискатель, и прочие предметы. Ну, думаю, надо, как говорится, вот у него этот вопрос поподробнее. А еще эхолот показал, что внутри предмета воздух. Значит, НЛО не утонул, а просто опустился на дно. Но за последние годы уровень воды в озере поднялся. А слой ила на дне стал еще толще. Достать тарелку со дна, если она до сих пор там, стало слишком сложно и дорого. Так может, пришельцы намеренно оставили там корабль, посчитав, что дно озера самое безопасное для этого места. НЛО часто видят над реками, крупными озерами, морями. Среди исследователей этого феномена есть даже специальный термин – НПО – неопознанный подводный объект. Но зачастую оказывается так, что инопланетному транспорту нипочем любая среда. У них аппараты, которые свободно могут нырять под воду, выныривать и себя одинаково хорошо чувствуют, что в атмосфере, что в гидросфере, что в космосе. Есть и баз довольно большое количество на нашей планете. Причем не только в таких районах, как Антартида, где, понятное дело, меньше всего плотность населения. А еще в тех районах, где им выгодно базироваться по тем причинам, что они ведут добычу подземных ископаемых. Но вот одна из крупных баз находится в Карибском бассейне, где остров Пуэрто-Рико. Причем там есть как под горами, хребет Сьерра-Бермея и прилегающий акваторий на шельфе. Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается самих пуэрто-риканцев, то они давно не удивляются визитам непрошенных гостей. А некоторые даже рассказывают о встречах с пришельцами. Их описывают так. Существа ростом чуть более 120 сантиметров, серой кожей, большими головами и длинными руками с четырьмя пальцами. А есть несколько цивилизаций. Значит, вот в частности, под островом Пуэрто-Рико и прилегающими акваториями, там базируется цивилизация так называемых серых. Значит, у них основная популяция очень низкого роста. Четыре-три фута, ну метр двадцать где-то так вот. Большие глаза, кожа серая, иногда с разными оттенками. Причем там есть несколько их разновидностей. Пальцев у них четыре с перепонками тоже. И причем они очень себя хорошо чувствуют тоже. Вот там в водной среде возле Пуэрто-Рико неоднократно их видели, как они ныряли, выныривали в местные озера. Военные моряки рассказывают, они нередко видят НЛО и в морской части. Особенно в районе морской впадины Милуоки, глубиной более девяти километров. Из бездны вылетает дискообразный корабль и зависает на столбе, поднявшейся за ним воды. Довольно часто НЛО в Пуэрто-Рико попадает в объективы камер. Вот, к примеру, странные объекты сопровождают военный самолет в воздушном пространстве этой страны. А из-за этого непрошенного гостя пришлось изменить работу целого аэропорта. В апреле 2013 года НЛО долгое время парил над взлетно-посадочными полосами. Объект не издавал никаких звуков, не отвечал на попытки связаться с ним по рации. Он внезапно появился со стороны Атлантики, а потом скрылся, полетев обратно к океану. Выполнил задание и вернулся на базу. А эти снимки Атлантики были сделаны из космоса. Внимание к ним привлек метеоролог из Колорадо Стив Миллер. Он изучал фото и обнаружил явления, которые как специалист не мог объяснить. Над океаном образовались удивительные шестигранные облака. Ветер под ними достигал невероятной скорости – 280 километров в час. При этом направление ветра было непостоянным. Он то дул горизонтально, то резко срывался вниз, ударяя в поверхность воды. Из-за этого поднимались волны высотой до 15 метров. И все это происходило в самой мрачной точке Атлантики – Бермудском треугольнике. Что же за природные процессы происходят в этом месте? И природные ли они? Или все-таки техногенные? Но у землян нет технологий, способных на такое. Да и подводное царство все еще остается очень малоизученным. Исследователи считают, что пришельцы, базируясь на Земле, выбирают труднодоступные места. Океанические впадины, разломы под водой, берега с отвесными скалами. И вот один из таких центров находится под горами Крыма. А я сам лично наблюдал даже вибрации в крымских горах, когда никаких не было землетрясений. А мы вот как-то на Мангуб приехали, вот бутылку поставили с минеральной водой, я смотрю, вот идут круги по воде. Совершенно непонятно. Причем вибрация похожа, что техногенной природы, а не природного происхождения. Еще вот у нас есть интересная горобойка. Я там сам слышал гул, очень странный, похожий на микс трех звуков, турбовинтовой двигатель самолета, шум водопада и шум поезда. И это было очень странное явление. Ну, какое может быть объяснение? Это мыс Айя. Именно тут чаще всего люди видят НЛО. Загадочные объекты либо вырываются прямо из-под воды, или наоборот, влетают в нее на большой скорости. Либо скрываются в горах или лесах, явно уходя куда-то под землю. Несколько лет назад крымчанин Леонид Меркулов отправился на охоту вместе с сыном. Притаились в кустах, общались шепотом, чтобы не спугнуть дичь. Но вдруг сын громко окликнул отца. Он говорит, пап, смотри, что это такое. Ну, я к нему поворачиваюсь, смотрю по земле. Я говорю, где? Глаза, поднимай. Поднимаю, короче, сигарообразная, четкая, металлического цвета. Вот. Так, примерно длина его, ну, метров, я не знаю, до 30, может быть, длина и высота метра, может быть, 3, не выше. Вот. 5 иллюминаторов. Вот, четко. Вот мы видим, от нас на расстоянии 70 метров, не больше. НЛО двигался очень медленно и на небольшой высоте. От силы 10 метров. Леонид Меркулов достал охотничий бинокль, и в него смог не только разглядеть воздушное судно во всех подробностях, но и заглянуть в иллюминаторы. Выпуклые, вот, иллюминаторы, прозрачные. Вот. И такое ощущение, что они сидят вот так, как их только видно было, по плечи. Вот. Огромные глаза, вот, как рисуют, показывают. Маленький носик, ротик прорезан, тоненькая шейка. И вот облегающий костюм, у всех все одинаковое было. Лица одинаковые, костюмы одинаковые. Ну, вот. И вот они, такое ощущение, что они вот так вот сидят и вниз смотрят. Именно вниз. Такое вот. Ну, с бинокля на такое расстояние, видно было, ну, четко все. Это не первый случай, когда Леонид Меркулов встречался с неопознанным. Вспоминает, как в молодости ему пришлось охранять важный объект. Вертолет, с которого опрыскивали виноградники от вредителей. С ним на смене была собака, охотничья такса. Ну, смотрю, она что-то завошкалась. Вот. Ну, думаю, на улицу хочется. Дверь открываю, зашкилятник беру, только ее раз на улицу. Она до земли не долетела, разворачивается в машину и залазит. Ко мне вот так вот вся колотится. Рабочая собака, которая, ну, лису как муч давит. Вот. Я не понял. Вот. Это значит, какой-то зверь. Я сразу в машину раз, окошко, у меня был фонарик шахтерский. Ну, километров на 50 хорошо бил. Вокруг свет включаю, вокруг поле чистое, задискованное, так, чтобы можно было у вертолета подняться, подлететь. Не понял. Посидел. Тишина. Мужчина взял ружье и вышел на улицу. Собака никак не хотела идти за хозяином. Ее пришлось в буквальном смысле тащить. Леонид Меркулов прошел к сельскохозяйственным посадкам и увидел на горизонте несколько ярких, светящихся объектов, которые перелетали от виноградников к лесу и обратно. Они были небольшого размера, каждый около 70 сантиметров в диаметре. Шары довольно долго летали, словно тщательно обследовали местность. Вдруг один из них отделился и направился в сторону человека. И вот этот розовый шар, они меня, конечно, видели еще. Встал ко мне на высоте, может, метра два с половиной не выше. Медленно прямо идет ко мне, в лоб идет. Ну, подлетел, наверное, на расстояние, может, 30 метров, не ближе. Я стою только мысленно думаю, давай, давай поближе. Сейчас сейчас ружье как шандарахну. И он такой, тынь, и встал сразу. Постоял там, я не знаю, до, ну, несколько секунд. И этим же курсом назад, назад, назад. Любопытно, но точно такие же объекты в Крыму видела жена Леонида Меркулова, Татьяна Портнова. Вспоминает, как-то засиделась в гостях у соседки и вышла уже затемно. И когда вышла с дома, говорит, Женя, говорю, смотри, что там у тебя. И вот такой козырек, и вот с той стороны, вот такие три шара таких были, розовых. И так вот, как все равно, тык-тык-тык, тык-тык-тык. И так, тык-тык-тык, и так вот, как ходили. Где-то с минуты две. И вот так вот, ну, оттуда, и сюда они как-то ушли, вот так плавно и исчезли. Женщина вспоминает, у нее тоже создалось впечатление, что шар что-то изучал. Даже, можно сказать, выискивал, что именно ищут пилоты загадочных летающих объектов в этих местах. На этот счет у местных жителей и есть предположение. А по старой легенде, легенде, в Крыму должны найти живую воду, настоящую живую воду. Найдут именно в прудах, в эту воду. Вот, живая будет называться живая вода. От всех болячек, от всего. Но это легенда. Каждая легенда становится былью. Ну, не может быть, чтобы в больший разум такое время там что-то обследовал. Вот, не может быть такого. Что-то там есть. Вот, это сто процентов. Это фото сделал пилот легкомоторного самолета в штате Невада в США. Сначала мужчина увидел объект над озером и поспешил сделать несколько кадров. А потом на готовых снимках разглядел тоненькую полоску между неопознанным летающим объектом и поверхностью водоема. Мужчина показал все отснятое известному исследователю НЛО Скотту Уоррингу. И тот предположил, таким образом пришельцы набирали воду. И действительно, многие тогда заметили, что уровень воды в озере немного упал. Более того, известны случаи, когда НЛО забирали всю воду из водоема полностью. В Австралии был случай, когда видели, что тарелка зависла на небольшим озером и буквально всосала в себя всю воду, которая находилась в этом озере. Как это произошло, непонятно. То есть, но озеро оказалось высушенным. На этом видео реконструкция тех удивительных событий, а также свидетельства очевидцев. 80-е годы прошлого века. Госфорд, Австралия. В небе над озером вдруг появился шаровидный объект с яркими огнями. Он завис над водоемом, направляя в него яркие лучи света. На место выехала полиция. В ту ночь дежурил Линдсей Картер. Одна из очевидцев, Маргарет Хоу, рассказала тогда нам, что видела не просто объект. Она слышала странные звуки. Было ощущение, словно работал насос, который засасывал воду. Невероятно, но на утро озеро оказалось совершенно пустым. Прошли месяцы, прежде чем водоем наполнился заново. Может быть, вода им необходима для каких-то целей. Может быть, это энергия для них. Может быть, грубо говоря, пища. Владимир Якимов о подводных пришельцах рассуждает не просто так. Несколько лет назад он сам видел НЛО над рекой. Тогда он жил в Красноярске, работал на алюминиевом заводе. На предприятие сотрудники ездили на служебном автобусе. Дорога проходила вдоль Енисея. Утро было очень солнечным. Пассажиры пригрелись у окошек. И тут кто-то громко воскликнул. Смотрите! Я немного оглянулся и смотрю, недалеко от автобуса, прям параллельно ему, двигается объект. Летательный аппарат. Он не оставлял никаких инверсионных следов, а напоминал форму двух глубоких тарелок, соединенных вместе. НЛО двигался бесшумно. Он даже не пытался скрыться от людей. Наоборот, приблизился к автобусу. Поравнявшись с земным транспортом, объект долгое время сопровождал его, летя с такой же скоростью. Иногда тарелка ненадолго зависала, но вскоре снова догоняла автобус. В салоне воцарилась тишина. Люди не могли оторвать взгляда от удивительного зрелища. И смогли как следует разглядеть тарелку. Вдоль соединения у него в нижней части были видны иллюминаторы такие. Их можно признать иллюминаторы как раз по диаметру самого аппарата. Владимир Якимов признается, не было ни страха, ни беспокойства. Но все время, пока аппарат находился рядом, его не покидало чувство, что те, кто внутри, также внимательно изучают не только сам автобус, но и его пассажиров. И вот так какое-то время он сопровождал этот автобус, а потом так и исчез. Просто в какой-то момент он был, потом его нету. Просто растворился. Владимир Якимов уверен, НЛО рядом с рекой появился не случайно. Не исключено, что он вообще появился из реки. У них была где-то, может быть, рядом база. Может быть, они, наоборот, двигались в сторону базы. Обычно часто в водоемах легче всего спрятать. И все-таки зачем пришельцам столько воды? Что это? Топливо, продукты питания или нечто большее? Ученые давно определили. Вода – это не просто набор химических элементов. Ее свойства удивительны. Вода, как вы знаете, это носитель информации. И продвинутая цивилизация может спокойно использовать эту информацию в своих целях. Или, наоборот, передать информацию через воду. И, в общем-то, многие люди, сенситивы, они, в общем-то, ощущают вот эту информацию, которую могут получить в воде. Или используя воду в своей практике. То есть вода практически разумна? В связи с этим любопытным может оказаться недавнее астрономическое открытие. Газеты всего мира уже вышли с громкими заголовками. Астрономы открыли настоящий Солярис. Мощные телескопы отыскали очередную экзопланету. Условия, на которой могут быть приближены к земным. По меркам Вселенной она совсем рядом. На расстоянии всего лишь четырех световых лет от нас. В звездной системе Проксима Центавра. Планету назвали Проксима Центавра Би. Ученые предполагают, на ней не слишком холодно и не слишком жарко, и точно есть вода. Более того, по мнению специалистов Национального центра научных исследований Франции, она полностью покрыта водой. И глубина этого океана чудовищная. 200 километров. Но если правдой оказалось, что планета-океан существует, то почему же тогда не допустить, что этот океан разумный? И писатель Станислав Лэм вовсе не выдумал свой Солярис, а предсказал его открытие за сто с лишним лет. Конечно, звучит это фантастически. Вот только ученые вовсе не исключают, что на Проксиме Центавра Би может быть жизнь. И какую причудливую форму она имеет, пока можно только предполагать. Игорь Соколов полжизни посвятил изучению феномена НЛО. И поводом стал случай, который произошел с ним самим в детстве. В 13 лет он отдыхал у бабушки с дедушкой в Поволжском городе Сызр. Дом у них находился недалеко от пляжа городского. Там буквально 300 метров спуститься с высокого берега вниз. Ну и весь город опоясывает такая бетонная дамба. И вот ночью я спал и чувствую, что меня какая-то сила поднимает. И в форточку, не знаю, даже не в форточку, а просто через окно, через стеклянное окно, и каким-то образом перемещаюсь в пространстве. То есть лечу, левитирую, и оказываюсь вот на этой дамбе. В таком позе эмбриона, в общем-то, сел, можно сказать. Вот мне было холодно, я чувствовал окружающую среду. И над водой появилась белая такая полусфера, в которой стояла женщина. Сфера ярко светилась и отражалась в воде. Она была небольшого размера, незнакомка с трудом помещалась там во весь рост. Прошло много лет, но Игорь Соколов и сегодня может описать инопланетянку подробно. У нее был широкий пояс с пряжкой. Какой-то был значок на груди, то есть на левой части груди, вот такой был, типа треугольничка такого, синего цвета. Ну, вот какие-то моменты запомнились, то есть визуально. Длинные волосы с такого платиного цвета, вот эти вот разрез глаз очень интересный. То есть недолевидные такие глаза. Ну, конечно, не такие, как вот рисуют там у серых пришельцев, но это человеческие глаза. Ну, настолько вот они были выразительны, что иногда вот я наблюдаю за кем-то там, за женщинами, вижу, что есть какие-то схожие черты. Первое время было очень страшно. Он попытался открыть рот и закричать, но ничего не получалось. Женщина заметила этот детский страх и попыталась успокоить ребенка. И постепенно это получилось. Ни мальчик, ни инопланетянка не произнесли ни слова. Но диалог начался. И каким-то образом вот не разговаривая, то есть телепатически мы вышли с ней на контакт. У меня в голове там как будто радио начало настраиваться, такой вот появился звук непонятный. И мы стали общаться. И разговор всегда сводился к какому-то, ну, такому общению именно на тему духовности, на тему вот развития цивилизации, развития там каких-то видов энергетики, развития вот способности человека именно ощущать мир. Не так, как вот мы его привыкли ощущать, находясь вот в сегодняшней жизни. А именно как бы с позиции, я не знаю, более такого возвышенного, божественного там или ангельского восприятия этой жизни. По словам Игоря, инопланетянка предупредила, что если он расскажет об этой встрече кому-то, то ему вряд ли поверят. Но детский рассудок искал объяснение этому происшествию. Он рассказал взрослым, и эффект был поразительным. С этого момента словно стерлось содержание диалога. Но одно обещание инопланетянки он запомнил очень четко. На прощание она сказала, они обязательно встретятся еще. Исследователи НЛО считают, что Землю делят несколько инопланетных рас. У них разные намерения и отношения к людям. Именно это позволяет сохранить условный мир и не превратить планету в поле боя сверхцивилизаций. Тем более, что места пока хватает всем. Две трети нашей планеты покрыты водой. А бездна еще не скоро откроется для человека. И все же, есть ли ответ на вопрос, кто перекусывает стальные тросы глубоководных батискафов, следит за подводными исследователями и так искусно прячется от ученых, рискнувших нарушить вечный покой глубины? Оказывается, есть. Биологи выдвинули сенсационную гипотезу. Они утверждают, что, возможно, все это дело рук, вернее, зубов гигантского подводного чудовища Мегалодона. Хотя, выдвигая такую версию, ученые противоречат сами себе. Ведь, согласно науке, это огромная доисторическая акула длиной 20 метров и весом в 50 тонн давно вымерший предок современной акулы. И должен был исчезнуть с лица Земли еще полтора миллиона лет назад. Выходит, не вымер, а прекрасно чувствует себя в отдаленных закоулках Мирового океана. А на сегодня фантастических историй больше нет. Я желаю вам космического счастья, вселенской удачи и вечной любви. С вами был Игорь Прокопенко. До встречи на просторах Вселенной.